итак сегодня новый выпуск видео есть что интересного и нового в мире смотрите прямо сейчас концерт вольцваген создал новый автомобиль будущее нет интересная игрушка настоящего тестирует они уже этот автомобиль течение по моему нескольких лет это точно и того новая игрушка по вам летающий автомобиль или летающая капсула концерн вольцваген разрабатывает двухместный компактный аэромобиль с оригинальным дизайн движется движение летающего автомобиля будет осуществляться по специальным магнитным дорогам а подъем в воздух благодаря использованию отталкивающих сил магнитного поля управление левитирующим автомобилем будет происходить посредством джойстика hovercar будет оснащен системой автоматического предотвращения аварий также разрабатывается концепция беспроводной зарядки аэромобиля во время движения проект концерном вольцваген был представлен в китая в виде виртуальной модели в его реализации примут участие совместно с концерном volkswagen китайские партнеры-производители что и говорить концепт очень крутой однако не стоит забывать что это пока просто разработка и все еще далеко до реального автомобиля будущего притворяйте свои мечты творите думайте мечтайте мир очень безграничен и еще один фрагмент или момент или размышление о вечном двигателе в то время как создаются вот такие вот космические аппараты да или летательные аппараты которые можно было примерно понаблюдать в фильме там восьмой элемент на когда летающие форме автомобиля летающие автомобили или капсулы летают вверх вниз имеет много рядные многоуровневые движения и так далее много чего происходит не пиццу добавляет там корабли летающие ездят вот такая фантастика там с бластера стреляют и так далее и берут оказывается и вот сейчас творят вот такую вот капсулу есть где-то даже какие-то там плазматроны плазморезы там еще какие-то вещи реализовывают берут ими даже не то что играются там на производстве ими режут плазморезы режут металл даже в чпу форме то есть чпу и раньше забрели то есть компьютер который идет а уже вместо режущего инструмента вот вся эта гарнитура которая пора резает и в итоге в совокупности режут деталь ну и вообще там плазматроны на работе есть и в то время когда думают где взять вечный двигатель как хотя зачем он нужен зачем нужен тут вечный двигатель он не нужен вообще если взять эту энергию начинал должна быть где-то какой-то это какая-то разница или какое-то производство энергии или мало ли что это может быть даже такой момент делают какие-то здесь установки ну а да если не воспринимать ее как нечто иное как нормальная то есть установка есть даже вот там за счет воздуха да за то что лопасти какие то есть там движутся наполняется кислородом за счет кислорода в бочке это в воде она поднимается вверх потом высвобождает кислород ну а тут новые бочки или полубочки скажем так движутся вверх и создают движение эта бочка соответственно ныряет заполняется бокополучно идет вниз внизу наполняется кислородом вода выдавливается и таким образом много этих лопастей они делают движение вверху это движение снимает там через мховик какой-то там снимает генератор это вращение и в делает электроэнергию там есть 5 10 там 250 киловатт мегаваттные установки есть там многоэтажные главное что это была высокая установка и она работает есть такое то есть если как конкретно как изделие это все дело рассматривать как в то же время как и все эти электростанции тоже изделие какое-то то она есть вот их сделали с них там продают энергию то все по придумывали берут деньги но с другой стороны у нас и так есть вот берется тот же виноград он тянется корнем вниз он сам спокойненько додякивается то ли до 7 метров то ли до скольки вверху то влага как-то еще испаряется исчезает там как-то идет нагрев чувствуется да вот солнце а дальше потом она нивелирую как-то иначе там вроде как влага всегда есть не промерзает не просыхает так глубоко и все работает и растение растет и и и кусты и деревья точно так же и не нужно никакой двигатель хотя как как просто искусственная вещь до который придумали с помощью которой делать энергию с помощью которой там делаю скважины или достают потом воду и поливают эти растения как неживая штука есть такое творят и придумают видите капсулы разные придумают но я не о том я о том что кроме рукотворного есть и растения которые сами по кусочкам не чудо ли строят корни свои добывают в воду выбрасывают листья дышат дают нам кислород забирают в солнце дают нам плоды мы их едим животные едят есть растение есть животное все это движется все это растет все это живет и в принципе никакой какой-то конкретной другой заморочки и не надо солнце света но и так на какой-то период появляется исчезает человеку нужно движение и надо движение но есть вот есть если есть и свет появляется и чоку нужен отдых нужен отдых и есть и время когда можно отдохнуть ну вроде как то так всем приятного просмотра пока пока